как доброе утро всем всем доброе утро и у нас сегодня 241 урок как меня слышно кстати как меня слышно что я сейчас провожу с наушником как слышно есть кто-то на роте так сейчас ждем ждем пока появляются первые участники и как меня слышно давайте посмотрим яков шатанин смотрит я как слышно напишите андрей большев привет так будет и ртов никто не пишет как слышно алик мистер доброе утро приветствую дорогие друзья все я думаю что слышно хорошо и мы продолжаем изучать 31 главу и сегодня мы подходим к самой важной части вообще мы уже прямо на на финишной прямой все нам осталось только изучить эшет хайли это кто найдет доблестную жену и все мы закончим книгу мишли и это будет действительно такое большое большое достижение в жизни каждого кто прослушал все 241 урок представляете сейчас уже 241 еще нам осталось где-то ну максимум я думаю пять может уроков да ну допустим 250 мы сделаем взяли 250 уроков 250 по 20 минут это вообще невероятное достижение хорошо значит все сегодня мы 31 глава 31 глава и значит мы поговорили про предыдущие все отрывки были про антиалкогольную пропаганду с элементами объяснения когда и какой алкоголь и кому стоит пить значит и дальше продолжает мама увещевать царя соломона то есть вот первая была часть 31 главы 1 получается 9 отрывка 9 отрывков это увещевание мамы царя соломона и она ему говорила до этого что не надо пить не надо отдавать женщинам свою доблесть значит и объясняла почему и вот восьмой отрывок она ему говорите что делать она ему говорит так пиха лейлем эльдин кольбный халов значит она ему говорит открывай рот свой за немого очень странное пожелание от мамы открывать рот свой за немого и эльдин кольбный халов за суд всех меняющихся что значит изменяющихся одно объяснение изменяющихся одно объяснение изменяющихся это халов это те кто сменяются поколения люди заходят в этот мир и уходят в этот мир и они как бы меняют просто идет смена такая людей в мире да то есть смертных так переводят второе объяснение это суди всех бнехалов это те кто обеднели то есть говорят что вот этот вот вопрос богатства бедности он как колесо и и иногда чек поднимается у него ему идет иногда он на нижней части вот этого до цикла и особенно тяжело людям которые были у них деньги потом они потеряли деньги это очень тяжелый момент им реально как бы это очень тяжело и она говорит будь значит а кто дать ей не мы которым надо открывать рот есть люди которые не могут высказать высказать свою точку зрения есть люди которые не могут выразить себя и она ему сказала что ты так ты царь израиля все ты уже царь и ты должен вместо того чтобы пить там развлекаться с египетскими царицами значит и вместо этого должен должен думать о том как помогать людям как помогать людям причем здесь на привела две категории вот простых людей то есть люди которые не могут сказать это как есть в пасхальной агоде четыре сына есть один сын который он не он даже не знает как спросить просто вот есть люди такие они как бы живут в в формате очень неглубокого восприятия себя и мира то есть у них голова как знаете есть я слышал рыбки такие и эти рыбки они там помнят у них память минута вот они увидели что-то уже то что они видели через минуту они не не помнят также есть люди такие у которых формат восприятия мира очень неглубокий и мама ему сказала царю сломона что ты также должен и на этих людей обращать внимание теперь и 9 отрывок она говорит ему так так пиха шфот седок в один они в и он и она ему дальше продолжает эту же мысль открой рот свой судить справедливо и а значит также судить бедного и и бедного они это бедные и он это бедный то есть она ему все время говорит смотри смысл же не в величине суммы до смысл в том что для какого-то человека 100 долларов это как для другого 100 тысяч долларов и она ему говорит царь это не тот который который за большие там суммы он обращает внимание за маленький не обращает она ему сказала что царь это тот кто для кого самое главное это правда справедливость добро зло то есть она ему говорит неважно все в этом мире меняется и вот это тоже очень большой вопрос есть люди они мысли там большими категориями какими-то глобальными но по факту по факту ничего же в жизни не меняется то есть каждый человек живет все равно в маленьком своем мире и самое главное это не там прожекты какие-то и так далее самое главное чтобы ты именно в сегодняшнем своем мире действовал правильно если ты действуешь правильно и измеряется счастье жизни это тоже очень важная такая вещь измеряется же счастье в жизни не планами там или или еще чем-то измеряется счастье в жизни ощущением цельности и полноты жизни которая человек испытывает если человек делает все правильно в данный момент времени то у него в жизни много счастья он спокоен он рад он не боится если же он жертвует сегодняшний момент там ради чего-то такого глобального то возможно что он и глобально не получит и сегодняшний день потеряет и вот мама ему сказала что обращая внимание даже на вот такие вот моменты когда казалось бы там пришли к нему я рассказывал как пришли две женщины вообще легкого поведения там но для них это вопрос был очень важный и он царь соломон судил их и вынес очень такое справедливое мудрое решение хорошо теперь и начинается у нас десятый отрывок все мама ему все высказала царь соломон все от нее послушал не написано что он начал с ней спорить не написано что он начал есть что-то объяснять хотя есть в танахе есть и помню такая книга это тоже входит в письменную тору там есть момент когда царь соломон он стал царем и он стал царем ему тогда было 12 лет и как он стал царем уже царь давид был к тому времени уже в возрасте ему было за 70 около 70 лет и он уже написано он приближался к смерти он уже лежал он уже особо так не управлял государством то есть он уже бабой амим написано он уже вошел в годы то есть ему было уже тяжело и был старший сын у него на тот момент адония у его звали и он этот адония у он уже готовился к тому чтобы забрать себе царство он значит у него была свита уже он вел себя как царь и он встречал людей которые шли к царю то есть он полностью уже как бы захватывал власть да и вот когда в какой-то момент он решил объявить себя царем и он собрал всех своих приближенных и они поехали за город вместо там есть такой источник где обычно было помазание на царство и он взял своих приближенных и поехал туда объявлять себя царем он решил сам себя объявить царем адония у и зашел пророк на танк батшеве маме царя давида и он говорит смотри говорит батшева значит сейчас поехал адония у объявлять себя царем и если он себя объявит царем а он не пригласил он пригласил всех братьев он пригласил всех приближенных но царя не царят сына твоего шлома и тебя и всех кто там близких царя давида и меня он не пригласил это значит что если он себя под объявит царем то он всех уничтожит то есть он убьет всех кто может претендовать на царскую власть тогда это было так принято и он говорит ей батшеве если тебе дорого дорог твой сын вообще и жизнь его и все значит иди к царю давиду и напоминай ему его обещание что царем будет царь шлома а я говорит по приду и поддержу и тогда батшева пошла к царю давиду и ему напомнила его обещание что царем будет царь шлома после него и в этот момент зашел пророк натан тоже добавил добавил что от бога это было и что царь давид обещал и так далее в общем я не помню точный разговор но они царю давиду напомнили о том что он обещал что будет царем шлому царь шлома царь салмон после него и царь давид тогда собрался силами, встал и взял там специальный был осел, который какой-то там особенный, белый. И в общем он сделал коронование царя Шломо и он объявил, что царь Шломо это царь. И дошла эта весть до, а эти за городом, эти за городом и они значит объявляли в это время царем Адониягу. Но когда они услышали, что царь Давид сам лично помазал на царствование и объявил царем Шломо, то все приближенные Адониягу разбежались. Они разбежали значит ну то есть они поняли, против царя Давида лучше не идти и значит царь Шломо стал царем. А Адониягу пришел к матери царя Давида потом через какое-то время и говорит вы знаете, говорит, я вот очень, вот такая ситуация, поговорите с сыном своим я очень полюбил была такая Шунамид Шунамид, царь Давид это тоже интересная вещь, да? У царя Давида было восемнадцать жен. То есть по Торе царю запрещено было иметь больше восемнадцати жен. И значит он, царь Давид, у него было восемнадцать жен и Батшева была одна из них, но потом перед смертью он взял себе, не взял жены, написано взял он себе там девушку, которая она была молодая девушка, как Авишак Шунамид по-моему ее звали. И она, значит, написано грела царя, она с ним спала, он уже был пожилой, но она как-то его, его как-то она к нему, что-то она ему помогала. И этот Адонияву пришел, пришел в конце и говорит к матери царя Давида, к Батшеве, и говорит, я вот ее люблю, отдайте мне ее в жены. Уже царь Давид к тому времени умер. И Батшева, как любая женщина, которая верит в любовь, она пошла к царю Соломону просить за Адонияву, чтобы ему разрешил царь Соломон взять жены Авишак Шунамид, вот этого, да? А это запрещено, потому что жена царя, она уже не может выйти замуж ни за кого, кроме как за царя. Но Батшева поверила в эту историю, что Адонияву любит, в нее влюбился, там любовь такая, все. И она пришла к царю Соломону просить, чтобы он разрешил, дал разрешение жениться на ней Адонияву. И царь Соломон ей так красиво ответил, он говорит, мама говорит, ну, я понимаю, что ты просишь за любовь, но, говорит, ты сразу же проси тогда, чтобы меня убить. Она говорит, а при чем тут это? Он говорит, как при чем тут это? А при том, что он же это не просто так просит. То есть он свои планы захватить царство, захватить царскую власть не оставил. И сейчас ему это нужно как подтверждение, что он может претендовать на должность царя. Вот так ответил царь Соломон маме и приказал казнить Адонияву. И его казнили. Тоже вот интересно, все стремятся быть царем, царем там подниматься наверх, лезть наверх. Но это очень тяжелая жизнь. То есть представьте, то есть все время те, которые борются за власть, и те, которые борются за власть и залазят на самую верхушку, они вступают конкретно в военные действия. Они живут в полностью военной такой ситуации. То есть они, даже захватив власть, они должны ее удерживать всеми силами, потому что хотят их все скинуть, убить. Вот сейчас, например, там в Венесуэле Мадуро есть такой у них президент, его хотят скинуть с власти. Значит, здесь очень сложная сейчас ситуация в Украине, потому что когда придет новая власть, то от них ждут, народ ждет расследование всех дел о коррупции от предыдущей власти. Сейчас все, кто были у власти, в предыдущей власти, они очень тяжело спят, потому что они знают, что их могут просто в любой момент прийти и арестовать. И власть, вот, например, там сейчас в Израиле бомбят, в России, ну, единственное, что в России проще, потому что, опять же, относительно проще, потому что у них власть, она на корню уничтожает все попытки подняться и что-то сделать. То есть, поэтому там уже те, кто у власти, хотя они тоже, вот, все время меняется там руководство, того посадили, того, тот погиб, тот умер, тот этот самый. То есть, люди стремятся к власти, забывая о том, что это самая опасная и тяжелая работа. И Пертьевод, вот, то, что мы с Саитаном изучаете, Пертьевод, там есть очень такая хорошая вещь, что сказал сказал Шмая, был такой мудрец Шмая, он сказал, уэвэ там лоха, люби работу, усне это рабанут, и ненавидь величия. Значит, любить надо работу, и когда, не лезь, не лезь вот туда, потому что, когда ты лезешь во власть, то это опасно, и близко с властью быть опасно. То есть, лучше всего быть, заниматься своим любимым делом, быть в этом деле чемпионом, и можно не быть чемпионом, просто заниматься любимым делом. И счастье человека, счастье человека зависит только от его внутреннего состояния. А внутреннее состояние, оно зависит от того, как у вас со здоровьем, потому что, если, например, что-то болит у человека, да, то он не может себя хорошо чувствовать, у него ему больно, ему неприятно, ему плохо. Второе, то, что влияет на счастье, это любовь. Любовь, если у вас отношения с людьми, которые вас любят, которых вы любите, которые у вас внутри вот такая, знаете, ну, счастье, что вот меня любят, я люблю. И третье, это то, что человеку нужно, безопасность и интерес. И вот эти все погоня за какими-то большими мифами, это все проистекает из зависти, зависти и стремления к почету. И это очень часто, даже не очень часто, практически всегда это людей рубят. То есть, те, кто идут за вот этой погоней, за властью, то, в принципе, они чаще всего проигрывают, потому что, потому что, ну, власть же есть, то не у всех. Хорошо, давайте перейдем дальше. И дальше царь Соломон, выслушав маму, 10-й отрывок, царь Соломон, 10-й отрывок, он говорит следующую вещь. Так вот, представьте, смотрит он на маму и говорит следующий отрывок, это как песня, которую поют во всех еврейских религиозных домах каждую пятницу. То есть, представьте, это если взять по популярности, какая песня самая популярная в мире, если мы возьмем там 3000 лет, все религиозные евреи, во всех домах, каждую пятницу, то есть, по 50, вот я лично 52 раза в году пою эту песню. То есть, 52 раза пою эту песню и получается, я пою, все мои гости поют, дети поют. То есть, мы эту песню поем в год 52 раза. И так, в каждом еврейском религиозном доме поют эту песню, которую царь Соломон, вот сейчас мы начнем ее изучать. Это конец притчи. И это было, мама ему объяснила, как бы, ему прочла нотацию, лекцию. И он после этого маму послушал и говорит, да, говорит, 10-й отрывок, эшетхайль миемца варахок мипнини михра. И он говорит эту фразу, эшетхайль, кто найдет себе жену доблестную, миемца, кто ее найдет, варахок мипнини михра. Больше, чем жемчуга, ее цена. То есть, она дороже, чем жемчуга. Тут интересно, я только сейчас обратил внимание на эту связку. То есть, если мама его увещевала, и он потом смотрит на маму и говорит, да, говорит, вот повезло кому-то, кто нашел такую жену, да. Это есть, есть такое объяснение, что он эту песню, он сказал, глядя на маму. Потому что у самого царя Соломона хороших жен не было, у него жены все были неудачные, как-то написано, что они совратили его сердце, с сыновьями у него тоже были, ну, проблемки такие, да. Значит, первое объяснение, что он эту песню сказал о маме. Второе объяснение, кто найдет доблестную жену, называется иногда Тора, тоже в метафоре доблестная жена. Почему Тора это жена? Потому что, когда человек, он соединяется с Торой, то она ему дает все. То есть, она ему обеспечивает все. И третье объяснение, кто такая доблестная жена, это интеллект. То есть, если у человека есть интеллект, который развитый, который там есть логика, там есть умение делать выводы, умение учиться, умение... То есть, интеллект это компьютер. И если он хорошо работает, то он тоже дает человеку все. Но по-простому можно сказать, что не должно выходить из простого смысла. Поэтому царь Соломон сказал, кто найдет доблестную жену, цена ее намного больше, чем жемчуг. Значит, почему именно жемчуг? За жемчугом ныряли в то время. Очень глубоко находился этот жемчуг. И за ним ныряли, его искали. Это было тяжело. Жену найти тоже тяжело. И по Торе, значит, мужчина должен искать себе жену. То есть, он должен прилагать усилия, найти себе жену. Значит, папа должен женить сына. То есть, жена для мужчины, это невероятно важный параметр, фактор его жизни. Есть целая там отдельная история, как надо относиться к жене, как строить семейные отношения. Но по каместь, по каместь, значит, чтобы узнать, что такое доблестная жена, мы, значит, должны всю песню изучить. То есть, там дальше у нас с 10-го отрывка по там 33-й, по-моему, в этой главе. Сейчас я скажу точно, сколько в этой главе отрывков. Значит, по 31. Значит, 21 отрывок мы будем изучать, какими качествами должна обладать доблестная жена. То есть, какую надо искать жену. А если вы женщины, то вам нужно составить список этих качеств и в себе их развивать. И сейчас мы уже на этом заканчиваем сегодняшний урок. И, значит, мы заканчиваем сегодняшний урок сегодня. И со следующего занятия, завтрашнего дня, мы будем изучать глубоко и подробно, что такое доблестная жена и какими она должна обладать качествами. Теперь всем спасибо, кто меня поздравлял за поздравления. У меня сегодня день рождения, мне 46 лет. И 46 лет назад я родился. Спасибо моей маме. Это сегодня, в принципе, ее праздник. Больше, чем мой праздник. И, значит, я вообще считаю, что день рождения это праздник родителей человека. Потому что они его родили. И у самого человека заслуги, что он родился, никакой нет. То есть, сам человек, он должен праздновать какие-то другие моменты, мне кажется, которые это уже его заслуга. То, что он сделал. Например, человек может праздновать дни рождения своих детей. Потому что это для него праздник, он сделал своих детей. И он, значит, может праздновать. Или он может праздновать какие-то другие свои достижения, которые уже он сделал. Но сам день рождения это праздник больше родителей, я считаю. И, значит, и поэтому, если хотите поздравить моих родителей, будет очень классно. Я вот напишу телефон, они живут в Германии. Можно позвонить, поздравить моих родителей. Им будет приятно. Они не пользуются интернетом, особенно, да, им уже очень много лет. Но им будет приятно, если вы их поздравите. 49 1 76 Так. Все, зовут их мать зовут Рита, а отца зовут сейчас я поставлю Рита и отца зовут Борис. Вот. И это будет лучшее для меня поздравление. Значит, лучше их поздравить. Все, друзья. Удачи, успехов. Я вам желаю прекрасного, хорошего дня. Сделайте выводы. Выводы такие, что надо очень четко сосредотачиваться в сегодняшнем моменте и значит в сегодняшнем моменте, в сегодняшнем моменте и делать сегодняшний момент правильным. Все, друзья. Удачи, успехов. Всем хорошего дня. Субтитры создавал DimaTorzok